и снова здравствуйте всем привет и так вот такая предыдущая моя модель это ролик был корида кровь песок вот я его делал давным-давно отыскал именно на сайте где закидывал для скачивания так и вот захотелось мне его давно уже хотел именно сделать его под кости вот этот персонаж мне как-то больше нравится посидел я над ним тогда по моему очень долго да он не проработаны ну по-моему симпатичный так выглядит так вот такая бычара слову вот такая модель и что у меня получилось теперь смотрим так это тореадор переделал я быка переделал тореадора сделал его заново вот тут висюльки кости раскраска у него конечно теперь другая синий желто-красная вот что-то в таком духе так а пардонте думаю что что-то не хватает файл значит импорт об тут еще должна одна смотка быть думаю что-то он не так выглядит как мне хотелось бы так плечевые плечевые смотка 1 смотка 2 так это у меня тут давайте шмотку 2 импортируем посмотрим вот она как теперь делами с уменьшаем подставляем на нашего персонажа так бы чару так это значит бык и быть чару я отключу так тут убыка еще зубы так что тут получается получается что нужно все это дело теперь выбрать привязать геометрии включить лов и немножко подогнать сейчас я вам покажу этого персонажа полностью так ну вроде все на месте вроде бы костюмчик сидит и так что у него тут есть значит вот так вот выглядит персонаж вставлены зубы нарисованы у него усы сильно я так не прорабатывал так вот этот файл я сохраню еще цель так а теперь можно вот это все вам показать как тут все устроено значит это у нас плечевые это у нас костюм и вот так вот выглядит наш персонаж вот такие у него детали костюм наплечники и такой чертук вот такая штука вот я еще добавил волос вот типа манишки с галстуком труселя чтобы уже интереснее было надо еще на баскетболиста было и на американский футбол одеть тоже трусы было симпатишно так условно такой персонаж все кости привязаны еще вот эту манишку сейчас прикреплю control пи вытемп игру теперь выбираем вот этот маниху и как она там называется даты трансфер опять по прошлому ролику на персонажа верхних групп так как не надо верхних круп и применяем а при так все персонаж готов можно ему теперь давать разные там мечи там ну не знаю чего-то не мации не пробовал как тканью все это дело будет так включаем теперь нашего быка делаем тут быть шаром так вот так вот выглядит бык вот такая у него внешность глаза ему перерисовал тело переделал копыта переделал рот открыл условно полностью переделаны до окрас возможно нужно поменять пока пойдет и вот теперь что нужно сделать вставить быку от этому кости чтобы он тоже был с костями и делать анимацию значит этот бык будет бежать за тарадором или подойдет к нему этот как в предыдущей сцене нажмется такой испугается что-то в этом духе надо попробовать ну давайте шифта так арматуру добавим но арматуру выведем на нашего сюда быка подниму на ее к верху не надо я передвигать сильно g нажимает просто он стоит эти по симметрии просто отведен в бок сделать будем вот этот бок это получается от меня правый и потом дублировать на левый так теперь что еще добавим опять же ставим in front чтобы видеть его вот теперь бац будет сквозной вид у него уберем цветность зайдем теперь в эдит мод так тройка на нампаде делаем r выкручиваем нашу кость английская а g поднимаем вот сюда к хвосту и н панель я сейчас включу опять же screen cascate чтобы вы видели что я нажимаю в этом углу так что погнали е вытягиваем косточку е е побольше их пускай будет не суть вопроса так теперь что нужно кость головы до ну давайте вот так и вытащим пусть она торчит так вот эту часть даже можно g и чуть-чуть вот сюда это вот сюда эта часть может не двигаться но кость головы должна быть теперь вытягиваем английской е косточку альт пи стане клавиш clear parent это значит g с уменьшаем подставляем на нижнюю челюсть вот так теперь делаем shift d можно продублировать поднять выше сделать с побольше это будет тут все таки морда но если нужно чтобы нос шевелился да тогда давайте еще вот так вот раз и вытащим еще одну косточку это значит так и вот так и как бы вниз ее так поставим чтобы поднимать будем если шевелить нос будет приподниматься вот так вот такая штуки можно потом еще добавить какие-нибудь вещи так вот бык то бык а бык у меня по симметрии не стоит так вот такие вот бывают еще неприятности хотя я думал привязанным был к пивоту я делал с так все мертвыми нам паде не беда трагедия на отведем вот так вот все выбираем опять кости и заходим в айдет вот так тройка на нам падим нужно теперь shift d сделать косточку одной челюсти и shift d сделать косточку другой челюсти эту челюсть вяжем вот на эту кость ctrl p keep all set эту кость вяжем голове чтобы она следовала за ней не отлипала ctrl p keep all set эту косточку тоже голове ctrl нам теперь понадобится что нам понадобится уши выбираем какую-нибудь косточку низ и вытаскиваем кость выбираем ее alt p clear parent семерка на нам падим так g отводим ее в бок делаем ей давайте с уменьшаем g подставляем где-то вот к стыку сейчас здесь чуть-чуть будет вам не видно но вот к стыку ухо и теперь делаем е вытягиваем еще одну косточку зачем чтобы когда будет двигаться вот эта кость не двигалась не вминалась шея и рог за собой не тянула вот что-то в этом духе так ну все все то все да не все нужно еще вот ее g подтянуть к самому уху и подровнять вот эту косточку теперь привязываем голове ctrl p keep all set ну вот ухо готово если будем эту косточку шевелить будет шевелиться ухо тройка на нам падим выставляем задние лапы так сначала давайте сделаем так и выведен куст косточки таза значит джей туда кле рамп это кость останется тут и мы привяжем вот к этой кости control пики по сет через шип через шип да так семерка на нам паде делаем давать иная сначала хвост вот я так вам приближу делаем ем так где-то отсоединяем эту кость альпи clear parent и вот от нее давайте теперь будем плясать дальше и здесь пускай будет большая от эта кость что получается так вот это чуть-чуть приподнять надо все кости привязаны погнали теперь делать ноги получается значит нам нужно вытащить косточку вытаскиваем ровно альт и теперь отводим с помощью мох или клавишей джи чтобы тут потом не заморачиваться давайте сделаем без ключицы это значит джи сразу ногу вот сюда ну да вот так пускай нога ходит здесь ключицу не будем ставить чтобы потом проблем никаких у вас не получилось потому что ей управлять потом проблематично тоже так это значит здесь вот раз вот так здесь по идея еще одна должна быть сустав а потом только е идет копыта и тогда от этого сустава делаем ем выпрашиваем косточку альпи clear parent это будет управляющая кость ну по прошлым роликам кто смотрит тот наверно уже догадался и вяжем ее сюда так нет вяжем вот эту кость на эту контролл пи keep all set так смотрим что получилось ну в принципе нога стала да не совсем выбираем все косточки и давайте чуть чуть в бок уведем так тут главное поймать вот эту вот кость правильно на изгиб взять вот эту вот если вдруг она будет как-то не туда смотреть то возможно потом нога будет неадекватно себя вести выбираем вот эту кость и вяжем ее вот в тазовой контрол пи keep all set вот к этой кости или к этой в принципе вязать без разницы какой косточке главное чтобы эта кость потом не двигалась если вот тазовая она отвечает за весь позвоночник это первое то вторая уже будет ногу когда вы будете крутить будет ногу за собой тянуть так тройка на поди сделаем наверно чтоб не вытягиватель кости мы просто возьмем shift d сделаем вот эту косточке дубликат и перевяжем ее давайте на эту кость control пи keep all set так а вот здесь нужно ногу как-то тут ногу как-то тут нога гнется именно у быка вперед значит вот это значит и так control z значит g вытягиваем ногу сюда так а здесь наверно все таки плечевой плечевой придется сделать значит g g кость ставим сюда от этой косточки е вытаскиваем кость сюда но чтобы она гнулась вперед она в принципе будет нужно ставим ее ровно а вот эту кость уводим чуть сюда от нее еще одну косточку и от нее еще одну кость так это получается g вот такая такой вот механизм здесь значит g тоже делаем угол постоянно делаем углы куда будет косточка именно сгибаться не ставьте ее ровно е вытаскиваем управляющую кость альпи отделяем вяжем к суставу control пи keep all set так теперь у нас возникнет какая трудность у нас вы видите большой живот груди на большая только на нампаде нам понадобятся кости фиксаторы значит так вытаскиваем е кость альпи клеттером эту косточку ставим сюда shift d ставим кость сюда это ребра они не должны гнуться эту кость сюда здесь вот наверно сделаем такую штуку так единицы нампаде эту кость передвинем в эту сторону и и чуть-чуть перекрутим вот так чуть-чуть перекрутим и давайте пониже вот сюда и опустим потом в процессе если что еще подкорректируем все вот эти косточки как они будут себя вести вяжем вот к этой позвоночной control пи keep all set так ну в принципе больше проблем не должно как таково быть но здесь вот можно g кость сюда повернуть а это можно в это направление вот так в принципе все простенькое должно хватить в них нампаде так выделяем все кости даже ухо проверяем если какая-то кость не попала в ее обязательно посмотрите и через shift выделите так все вроде бы всем shift d делаем дубликат правая кнопка мыши мир и глобал ставим на эту сторону тогда ну вроде все попала тройка на нампаде заходим в object mode выбираем нашего персонажа выбираем кости control пи будет автоматик выжет все вы видите что программа не матерится привязала их сразу и здесь нам понадобится теперь вот эти джинь зубы вытащить эту зубу через перекручиваем джинь подставляем косточки и эту тоже джи подставляем косточки так вроде бы все нормально так смотрим чтобы ничего не перекрутилось но если че подправим потом зубы есть глаза давайте привяжем глаза теперь я пока не буду мимику ему тут делать просто чтобы сделать быка сделаем пост мод и голове их привяжем control пи бомб заходим теперь в object mode выбираем вот эту челюсть опять выбираем кости пост мод выбираем нужную нам косточку это вот вот эта кость control пи бомб все челюсти у нас прикреплены глаза прикреплены теперь надо кройка на нампаде настроить вот эти вот кости на инверский аниматик не спешите вот всегда ну как вставлять вот эти вот зубы там еще что-то в персонажа если вы делаете риг для анимации возможно даже их делать чтобы они были за пределами рига меша чтобы потом когда вы будете делать анимацию просто назад их уже подогнали чтоб они стояли одним движением допустим завели персонажа и все потом можно уже делать анимацию так выбираем вот эту косточку так кости и заходим в пост мод выбираем вот эту кость управляющую через shift вот эту control shift сочетание клавиш на верстке не мать и так и я давно не делал таких персонажей поставим к на три кости проверяем g опа вот косяк делит только на нампаде выбираем вот эту кость и теперь вот это контрол пи так контрол шифт н инверский нематик на три кости выбираем g ага на три нам не надо контрол z выбираем значит ее на две ставим g а все вот это нам пойдет контрол з всегда жмите контрол z возвращайтесь именно назад чтобы риг стоял как в базовой такой комплекте что в ровной control shift инверский нематик все теперь тут понятно на две кости разворачиваем теперь вот эту ногу control шифт н инверский нематик на две кости и вот эту ногу на эту control шифт н инверский нематик на две кости тут вопрос еще в чем сейчас будет состоять допустим у нас вот так тройка на нампаде есть нога мы ее ведем и смотрим насколько ровно она ведется чтобы потом вот здесь вроде бы как управляющую кость не надо ставить которая будет ориентир держать колено если понадобится то можно уже вывести но она по моему будет мешать проще тогда настроить ее на вершение как я уже показывал вот эту кость перешив на эту control шифт c copy location здесь ничего не трогаем единство постоянно надо уменьшать вот эту интенсивность иначе потом при анимации так руки перекручивать ну кто баскетболиста смотрел и тут теперь control шифт c copy трансформация выбираем здесь ставим local white parent здесь ставим local white parent и так же уменьшаем вот эту интенсивность смотрим как теперь себя будет вести нога так опять не ту выбрал так g control z значит вот эту часть я по моему выбрал не ту да вот эту убираем вот эту кость ctrl шифт c copy трансформация и опять же local white parent local white parent смотрим если сейчас я буду крутить r вот эту стопу вот у меня вы видите что и плечо крутится все правильно все хорошо так тройка на нам паде а ну-ка g во это все понятно а теперь если мы так выберем g и опускаем эти косточки нам не дают прогибаться вот этим вот ребрам так ctrl z я сейчас пока сохраню чтоб не вылетело ничего это значит save теперь выбираем так давайте и эту тогда лапу настроим таким же образом inverse kinematic выбираем потом вот эту через ctrl c c copy location здесь ничего не трогаем единственно уменьшаем интенсивность и управляющую кость на inverse kinematic ctrl c copy трансформация почему потому что управляющую кость крутить трансформация ну повороты там все вот эта кость inverse kinematic будет за ней следить угу local white parent или можно local space ставить просто вот это по моему лучше управляет local white parent чем local space ну опять же у кого как так ну и все стройка на numpad проверяем проверяем ага ну в принципе все нормально шея так и должна быть горло должно уходить так ctrl z проверяем теперь допустим R изгиб так а вот здесь уже или нагнуть не будем так потому что или нужно добавить сюда косточку еще одну и привязать к этой кости когда мы ее будем допустим вот эту вот кость так не надо добавить это нехорошо получается так если добавлять то получается нужно добавить кость так 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 ну давайте пробовать так так сначала давайте проверим если мы крутим вот эти кости эти кости следят за этой костью все проблемы никакой нет заходим в edit mode делаем shift D вот эту косточку не не эту лучше вот эту shift D выводим ее вот сюда и вяжем ее допустим если я буду вот этой шеей крутить или лучше давайте к этой ctrl P offset заходим заходим перевязываем обязательно ctrl P будет автоматик виджет персонажа потому что эта кость она как весами не соединенная она вообще просто так тут находится так теперь заходим выбираем кости заходим по смот ну и смотрим если я буду вот этой косточкой крутить так ну сильно много выходит так ну вот хотя бы грудь уже уходит а все я вот эти кости не привязал да идите твой вот это вот уже косяк вот они вот эти кости вот эти надо привязать вот к этой кости ctrl P offset да она же будет гнуть их а эти будут вовнутрь уходить все теперь pause так это значит кость R вот сюда а эта кость вот ну сильно тут все равно гнуть ее не надо будет гнуться будет допустим вот тут эта кость голова будет управлять вот эта кость будет управлять вот в основном оно так будет смотреть значит надо будет его выправить вот то тогда здесь уже вот не проблема будет вот так вот сделать ну а эту кость можно вот так теперь повернуть в принципе все хорошо ctrl z ctrl z все теперь возвращаем на базовую и все нормально все ctrl z все единица на нампаде тройка на нампаде вот теперь можно выбрать зубы так давайте сначала одни зубы это значит мы G туда заведем и вот эту тоже вот сюда заведем приближаем смотрим это возможно выравниваем ну можно еще добавить давайте добавим кости вот именно на управление ртом вот сюда вот так так ну да можно конечно и навеки добавить и на все остальное ну делать так делать давайте уже раз бычара готов я сейчас файл все это сохраню выбираем бычару заходим в edit mode все вы видите что изначально стали зубы выходят не бойтесь они потом когда зайдете вы допустим в edit mode они станут назад ну просто edit mode становится в свою позу в предыдущую так ну а что нам нужно да ну по прошлым роликам значит тройка на нампаде вытаскиваем косточку E объединяем alt p значит вот эту кость нам нужно теперь перевести вот сюда и поднять ее G глазу это тройка на нампаде делаем R перекручиваем G подводим вот сюда в принципе достаточно будет ну а теперь вот что делаем тройка на нампаде так тройка на нампаде shift D делаем S уменьшаем вот эту кость смотрим где она куда она будет становиться сначала давайте сделаем R и подставим все это дело навеки значит тут можно еще поменьше сделать так вот такая штука приближаем вот так shift D еще дублируем shift D делаем дублирование чуть-чуть это значит G будет край так еще одну shift G вот сюда это будет мертвая косточка и shift будет тоже мертвая косточка так ну еще shift D вот сюда нужно подставить так и G можно чуть-чуть так просто пошире сделать чтобы слишком много их не плодить так вот так эту сюда эту как бы так вот сюда ну а тут бывает неудобно смотреть так что если что потом возможно придется переделать ну где-то подправить кости так кости есть смотрите не знаю видите вот так можно их чуть-чуть значит еще по покрутить вот так чтобы они более-менее ну в правильном направлении были выбираем выбираем вот эту кость вот эту через shift и вот эту и вяжем вот к этой косточке ctrl p keep of set а вот эти кости которые мертвые по бокам это вот вот здесь косточка и вот это мы вяжем ее в голове ctrl p keep of set вот это все по прошлым роликам так ну теперь нам понадобятся еще вот эти косточки вот эти дублировать почему потому что если мы их сейчас не сдублируем то потом вот эта кость будет за собой вытянуть и вот эту ну как вот эту вот часть тоже так теперь косточки джи чуть-чуть раздвигаем эту кость сюда можно так чтоб не запутаться эту косточку сюда в принципе должно этих четырех костей хватить если нет тогда еще одну 6d делаем вот сюда так эти кости если они будут участвовать в анимации то мы их тоже вяжем на другую кость но лучше тогда их просто привязать голове пока ctrl p будет в голове для чего чтобы вот они стояли и когда мы будем глаз закрывать чтобы вот это вот эта часть не тянулась за глазами за ветом так ну а теперь нам понадобится косточка какая-нибудь ну вот какая это давайте выберем вот эту косточку а можно даже эту shift ставим ее делаем ей уменьшаем делаем g подставляем она как раз стоит на середине все хорошо и теперь вот от нее будем делать губу это значит shift д вот так вот shift д еще вот так вот shift д shift д shift g можно ее опустить вниз и еще раз shift д вот сюда косточку подставить чуть-чуть можно даже r возможно перекрутить и вот теперь нужно их которые не попали на губу поближе подставить вот губе пусть даже они где-то поглубже войдут это не суть вопроса так вот такая штука да и они привязаны к носу если мы будем поднимать нос то будет подниматься и вот эта губа в принципе прикольно а губой вот этими ртом мы можем руководить каждой косточкой вот так ну на нижнюю я думаю нам не надо кости ставить она все равно будет закрываться надо если вот анимацию делать давайте хотя бы две кости вот эти вот сюда подставим раз G вот это одна пусть посередине будет центральная чтобы потом не терять где да что да как куда какая полоска кала так это значит G должно хватить но вот эти теперь три косточки надо надо перевязывать к челюсти вот к этой потому что челюсть будет двигаться и они мертвы будут с ней ходить это все хорошо в принципе и все как таковой настройки хватит именно для начала можно еще косточки на скулы добавить сюда отдельно на нос если он будет нюхать что-то давайте еще добавим все равно тут и теперь семерка на нам поди делаем значит R делаем G и делаем S перекручиваем и еще раз R перекручиваем G вот сюда ставим так вот и она опять же пускай привязана будет к носу так теперь другой вопрос это дело надо отзеркалить выбираем вот эти вот косточки смотрим вот эти которые посередине стоят их не надо выбирать они и так центральные так ну в принципе все вроде как все так единица на нам паде так семерка на нам паде поближе подвигаем Shift D Mirror X Global отзеркаливаем с помощью MOV отводим вот сюда но тут теперь нужно их конечно само собой поймать так смотрим так смотрим здесь по губе посмотрим ориентир резид Sin по в mateix вот Продолжение следует... Так, вот плохо, что модель стоит в другую сторону. Ну, здесь вроде всё попало. Всё попало. Так, куда попало? Зачем попало? Так, теперь заходим в Object Mode. Опять выбираем персонажа, кости, Ctrl-P. Уйд. Автоматик. Уйд. Перевязываем. И заходим, выбирая кости. Заходим в Post Mode. Вот. Смотрим. Так, тройка на нампаде. А ну-ка. Это голова. Ctrl-Z. Вот какой косяк я сделал. Я вот эти две косточки к голове не привязал. Ctrl-P и Pop-Set. Выбираем персонажа. Выбираем кости. Ctrl-P. Уйд. Автоматик. Уйд. Всё, теперь вроде как на месте. Post Mode. Тройка на нампаде. Выбираем кость вверх и R. Вот мы их закрываем. О. Где-то, конечно, косточку чуть подправить. Она будет. Они не ровно выставлены. Вот это вот может ниже где-то опустить. Вот она будет здесь. Если её двигать, она может нам скулу чуть-чуть вертеть. Прикольно. Так. Давайте Ctrl-Z, Ctrl-Z. Всё это дело сделаем. Единицы на нампаде. Тройка на нампаде. И сохранимся, чтобы у нас потом косяков не было. Так, проверяем. R. Рот открывается. Говорить он может. Смотрим теперь, значит, нос. Если нос мы будем двигать. Ага. Вот это она чуть-чуть будет двигать. Хотя привязывал я к носу, да? Ничего, не суть вопроса. Значит, нос будет отдельно вот это вот. Пыжится. Это у нас G. А ну-ка. О. Сейчас. Вот так мы можем теперь делать. А если выберем вот эти косточки. Ну, допустим, вот. Где они тут выходят. Надо Constraint тоже. Вот как этому персонажу я ставил. Надо позаменить, чтобы потом не теряться. И получается, вот эти кости мы еще можем G поднять сюда. Это значит G сюда. О. Ну и поработаем, значит, вот с этими костями. Тоже их можно на кость поставить. Так, если мы сейчас выберем вот эти все косточки. Так, какие. Где-то, наверное, вот так вот. Это веки поднимаются. Нам надо задрать именно вот эту вот часть всю. Значит, вот эту часть мы поднимаем G. Ну, а теперь именно века R. И получается вот такой внешний вид у быка. Ну, там глазу может прищурить. Ухо еще можно приподнять. Так, вот, допустим. Так, вот ухо мы поднимаем. Рог движется. Значит, сюда на рог еще нужно одну кость поставить, чтобы просто она стояла и не двигалась. Теперь что еще? Допустим, мы опускаем голову. Так, вот эту кость лучше опускать. Так, теперь эту выпрямляем. Хвост вот этот R опускаем. Так, вот надо его... Давайте настроим вот этот хвост на Copy Rotation. Выбираем вот эту кость через Shift вот эту. Ctrl-C, Copy Rotation. Ставим X, Y, отключаем. Local Space, Local Space. Так, интенсивность пусть пока. А почему вот так перекрутило? Ого, Local with Parent пока поставим. Теперь вот эту кость через Shift вот эту. Ctrl-C, Copy Rotation. X, Y, отключаем. Если не нужен. Ну, здесь ставим Local White. Local White. И вот эту тоже. Ctrl-C, Copy Rotation. Ну, и проверяем. Так, почему? А почему? Ну, не работая. давайте теперь попробуем заново эту кость на эту control shift c copy rotation эту кость на эту control shift c copy rotation и вот эту на эту control shift c copy rotation но это пока не суть вопроса ну давайте я тоже control shift c copy rotation и теперь вот каждый вот этой copy rotation можно поставить так local space local space проверяем как у нас теперь работает хвост все гнется все зашибись так ну и так он тоже гнется вот все классно так тройка на нампаде ну словом вот такой персонаж вот так вот ставлены косточки здесь над мимикой вы можете еще добавить какие-то свои кости допустим если при анимации рога будут там выкручиваться это вы тоже можете все костями поднастроить а так персонаж все работает можно сделать бег и типа бык бежит а вот этот персонаж от него убегает я возможно этим и займусь в следующем ролике все всем пока до свидания